В Печоре установлены памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. В скором будущем появится и мемориальный комплекс участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Память о всех, кто героически боролся с последствиями ядерной катастрофы, будет увековечена в парке рядом с бывшей пятой школой, в здании которой в настоящее время располагается офис общественной организации «Союз Чернобыль-Печора». Идея возникла еще, как только образовался Союз, когда нас избрали, тогда же задумали сделать сначала книгу памяти, а потом последствия памяти. Их начали делать, заложили фундамент 17 мая при помощи завода ЖБИ, Капачука Сергея Ивановича и генерального начальника депо Северная Щупракова. Потому что он выделил машину, взяли бетон, бетон тоже по договоренности два куба. И вот 17 мая сделали опалку, сразу сделали. Члены общественной организации не только подали идею, но и сами воплощают ее в жизнь. Памятник строится силами чернобыльцев. Сейчас, обложив плиткой, и здесь тротуарная плитка обложится, потом, значит, мемориал нам выдаст. Уже готовы две надписи, третью плиту готовят. Установим три плиты. С одной стороны написано, значит, участником ликвидации аварии на ЧАЭС, с другой участником ядерно-технологенных катастроф. А посередине будет стоять с рисунком памятника, эмблемы какой-нибудь нашей черном стиле. Точная дата завершения работы пока неизвестна. Все будет зависеть от денежных средств. Ведь памятник возводится за счет спонсорской помощи. Все зависит от денег, естественно, от денег, потому что мы уже и так голос берем, мемориалы. Ну, а деньги обещают быть. Нам уже 50 тысяч обещала конкретно «Газпром». Переработка, контора находится в Хаси, это изюг, а сама у них контора в Сургуте. Они нам уже бумагу предоставили, что выделяют 50 тысяч, только вот от оставленной бумаги от регистрации, нашу регистрацию, организацию зарегистрировали. Они без этих бумаг не могли просто выслать. Ну, они пошли, надеемся, будут. В дальнейшем рядом с памятником разобьют цветочные клумбы. Есть идея установить и скамейки. Правда, не исключено, что в таком случае мемориальный комплекс может стать не просто местом для отдыха, а местом, где будут собираться любители горячительных напитков. Продолжение следует...